Дарья Касаткина победила в финале турнира в Сан-Хосе, Шелби Роджерс, в трех сетах. Первый сет Дарья проиграла на тайбрейке. Соперница играла довольно интересный теннис, и очень такие интересные розыгрыши тоже были, в частности, на тайбрейке. Потом Дарья довольно уверенно выиграла и второй, и третий сет. Прежде всего показывает, что она физически была лучше готова, чем соперница. Потому что все-таки счет такой очень доминантный. Это пятая победа Дарья Касаткина на турнирах в ВТА. Она выиграла уже 5 турниров и впервые поднялась на 9 место в рейтинге ВТА. Теперь будет интересно, как долго сможет Дарья удержаться в первой десятке, как она выступит на турнире в Торонто и, соответственно, на открытом чемпионате США. Мы сейчас, я думаю, тоже увидим, что российский теннис прогрессирует. Людмила Самсонова тоже выиграла турнир в Вашингтоне. Кстати, интересно было бы увидеть точный матч Касаткиной с Самсоновой. Я думаю, что на данный момент это, наверное, первая и вторая ракетка. Ну, был бы матч за первую ракетку России. Хотя сейчас такие матчи, можно сказать, происходят практически регулярно. По той причине, что есть несколько сразу теннисисток, которые играют на очень высоком уровне. Это и Вероника Кудренетова, которая тоже играла в полуфинале в эти выходные. И, кстати, она обыграла Людмила Самсонова на турнире в Берлине. И вот Дарья Касаткина играла в Берлине с Екатриной Александровой. Тоже, как бы мы говорили, что, в принципе, матч за титул первой ракетки России. Потому что Александрова выиграла до этого турнир в Голландии на тренинном покрытии. Так что последние недели, месяцы мы видим, что российские теннисисты побеждают на разных турнирах. В эти выходные пошли более чем успешно. Две победы в женском теннисе и Даниил Медведев тоже выиграл турнир. Так что будем с интересом наблюдать за матчами на Харде и за открытым чемпионатом США.